3 октября – День немецкого единства. Каждый год в Германии отмечается много праздников и проводится немало развлекательных фестивалей. Одни из них известны во всем мире и притягивают немало туристов, другие же популярны только среди жителей страны. Одним из таких праздников является День немецкого единства. С какими событиями связан этот праздник? Почему этот день так важен для немецкого народа? Как сегодня в Германии отмечают День немецкого единства? Сегодня мы ответим на эти вопросы. День немецкого единства является национальным праздником Германии, который отмечается ежегодно 3 октября. Это единственный государственный праздник в Германии, который установлен на федеральном уровне. Все остальные праздники регулируются землями. Так, 3 октября является выходным днем на всей огромной территории Германии. День немецкого единства – очень важный день и один из любимых праздников в современной Германии. Что же сделало День немецкого единства чуть ли не главным праздником страны? 3 октября 1990 года состоялось очень важное событие для немцев. Произошло официальное объединение двух немецких государств – Федеративной республики Германия и Германской демократической республики в единую страну. Но процесс объединения Германии начался еще в 1989 году, в день падения Берлинской стены. А почему Германия была разделена? Что за стена и почему она пала? Разберемся по порядку. Разделенная Германия Германия потерпела поражение во Второй мировой войне. После капитуляции 8 мая 1945 года Германия полностью лишилась государственности, была разрушена ее экономика, отсутствовала администрация. Территория Германии была разделена на 4 зоны оккупации. Три из них – западные. Они находились под контролем Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Одна зона – восточная, под контролем Советского Союза. То же самое касалось и столицы Германии – Берлина. В этот же период с 1946 до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого – США, начался период в истории, известный под названием «Холодная война». Он подразумевал под собой борьбу СССР и США за доминирующее положение в мире. Наступили перемены и в Германии, которые привели к образованию двух государств – ФРГ и ГДР. ФРГ – Федеративная Республика Германия, неофициально также Западная Германия, была провозглашена 24 мая 1949 года. Столицей ФРГ стал город Бонн. ГДР – Германская Демократическая Республика, неофициально также Восточная Германия, была провозглашена 7 октября 1949 года. Столицей ГДР стал Восточный Берлин. Западный Берлин был особой политической единицей, не относящейся ни к ФРГ, ни к ГДР. С этих событий и началась история разделения Германии на два государства с совершенно разной политической и экономической системой. В ГДР был взят курс на построение социалистического государства, и уже к середине 1950-х темпы ее развития были значительно выше, чем на Западе. Но многие жители ГДР были недовольны уровнем жизни, зарплаты были низкими, в магазинах постоянно росли цены, большинство рабочих не могли себе позволить купить продукты, помимо тех, что выдавались по карточкам. В итоге все это вылилось в массовую забастовку рабочих 17 июня 1953 года, которая переросла в политическую забастовку против правительства ГДР по всей стране. Берлинская стена Еще одной из форм протеста жителей ГДР было бегство ФРГ. Когда правительство оценило масштабы потери человеческих ресурсов, было принято решение построить укрепленную границу. 13 августа 1961 года началось возведение Берлинской стены. Она разделяла западную и восточную части города, отделяя западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность стены составляла 155 километров, 43 километров в черте Берлина и 112 километров по внутренней границе западного Берлина, а ее высота 3,5 метра. Преградой служила не только стена, это был целый комплекс из металлической сетки, земляных рвов, сторожевых вышек, подведенного электрического напряжения. Берлинская стена разделила не только Германию, но и целые поколения на два фронта. Стремясь отгородиться от западного влияния, ГДР воздвигла бетонный занавес. Восток в буквальном смысле полностью отрезал себя от запада. Многие люди остались отсеченными от своих родных и близких пограничным заграждением. Теперь для посещения западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное разрешение. Но это не остановило жителей ГДР. Люди регулярно сбегали на запад самыми разными способами. Известны случаи полетов через стену на дельтаплане или воздушном шаре. Стену таранили бульдозером, сбегали по веревке, перекинутой между окнами соседних домов, выкапывали тоннели под стеной. Между 1961 и 1989 годами полиция западного Берлина зарегистрировала более 5000 успешных побегов. Падение Берлинской стены К концу 1980-х годов напряжение в обществе ГДР нарастало все больше. В это же время Венгрия открыла свои границы и тысячи жителей ГДР устремились на запад. В сентябре 1989 года в течение трех дней страну покинули 15 тысяч человек. В ГДР начались массовые демонстрации с требованием гражданских прав и свобод. Самый массовый митинг состоялся в Восточном Берлине 4 ноября 1989 года. В результате массовых протестов почти все руководство правящей партии ГДР ушло в отставку. 9 ноября 1989 года было объявлено о возможности получения виз для посещения ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились вечером 9 ноября к стене. Не получившие специальных указаний пограничники сначала пытались оттеснить толпу водометами, но затем, уступая натиску масс, вынуждены были открыть шлагбаумы. Восточных немцев по другую сторону уже встречали тысячи жителей западного Берлина. Весь город был охвачен радостью и восторгом. Происходящее напоминало масштабный народный праздник. Так, в результате мирной революции в ГДР 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, что стало одним из этапов воссоединения Германии. После воссоединения Германии Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. Лишь малые части ее было решено сохранить как памятник. Сейчас проследить, где раньше проходила стена, можно по 20-километровой линии в центре города. День немецкого единства. Когда 9 ноября 1989 года Берлинская стена была разрушена, и две страны немецкого народа снова стали одной, возник вопрос о дате праздника. Логично, чтобы торжество происходило 9 ноября. Но, к сожалению, этот день в истории Германии был омрачен сразу двумя трагическими событиями. 9 ноября 1923 года нацисты пытались совершить государственный переворот. Это событие известно в истории как пивной путь. А 9 ноября 1938 года ими был устроен погром еврейских магазинов, зданий и синагог. Этот день известен как Хрустальная ночь. Поэтому для нового государственного праздника была выбрана другая дата 3 октября 1990 года. В этот день ФРГ и ГДР официально объединились. Дата 3 октября была закреплена в договоре об объединении Германии от 31 августа 1990 года в качестве новой даты празднования Дня немецкого единства. День немецкого единства это государственный праздник, являющийся всеобщим выходным днем в Германии. И школы, и многие фирмы, и даже магазины в этот день закрыты. Каждый год для официальных торжеств выбирается какой-то один город и придумывается девиз праздника данного года. Например, в 2017 году центральным местом был город Майнц с девизом «Вместе мы Германия». А в 2018-м Берлин с девизом «Только с вами». На улицах городов проходят парады и шествия. Люди искренне счастливы и раскрашивают лица в цвета немецкого триколора. Немцы приветствуют друг друга фразой «Сердечный привет» в день немецкого единства. Наиболее грандиозно этот день проходит в столице объединенной Германии в Берлине. Каждый год город пестрит фейерверками и лазерными шоу, громкими концертами известных музыкантов и красочными парадами. Проходят встречи с чиновниками, включая канцлера и руководителей немецкого парламента, и благотворительные акции и ярмарки. Самое популярное место празднования Дня немецкого единства в Берлине это Бранденбургские ворота. Они также являются символом объединения Германии, ведь именно здесь, после падения Берлинской стены, встретились тысячи жителей Восточной и Западной Германии. Также символичное значение имеет улица 17 июня в Берлине, где также 3 октября проводятся праздничные мероприятия и концерты. 17 июня 1953 года в ГДР прошли первые народные волнения. День немецкого единства Действительно очень важен для немецкого народа является одним из любимых праздников современной Германии. Это главный общегосударственный праздник страны. На сегодняшний день его отмечают по всей Германии. Фестивали, ярмарки, концерты, опен-эйры, народные гуляния все это традиционно входит в программу праздничных мероприятий, ведь 3 октября 1990 года одно из ключевых событий новейшей истории Германии. Сердечный привет в день немецкого единства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова